И огонь не погас. С тех пор, как Антиох захватил Иерусалимский храм, прошло три года. Победоносные сражения Иуды и его отряда освободили путь на Иерусалим. В один прекрасный день отряды Иуды вошли в Иерусалим. По безмолвным улицам они поднялись к храмовой горе. От увиденного зрелища они остановились потрясенные. Ворота храма были сожжены, дворы были захламлены мусором и заросли сорняками. Алтарь, где когда-то приносились жертвы Богу, и все вокруг него было забрызгано кровью нечистых животных. Воины Иуды опустились на землю и принялись оплакивать оскверненный храм. Звуками рога Иуда заставил их подняться. Он приказал части отряда охранять храм, а другой части помогать священникам в очистке его и восстановлении того, что было разрушено. Все с радостью принялись за работу. Нечистый алтарь был снесен и сожжен. Вычистили дворцы, построили ворота, восстановили разрушенные стены. На двадцать пятый день месяца кислев по еврейскому календарю, работы были завершены. Теперь святая святых была завешана шторой. Приготовлен новый светильник для вечного огня — нертомид. Весь народ в радости собрался в храме, чтобы присутствовать при зажигании вечного огня. Время шло, священники медлили, народ с нетерпением ждал. И тогда пришла весть. Масло, которое необходимо для горения светильника, было осквернено язычниками. Новое масло приготовить не успели. Священники бросились искать во всех помещениях храма. В конце концов был найден один сосуд с маслом. Масло было чистым, так как на сосуде стояла печать первосвященника. Но сосуд этот был небольшой, и масла, что в нем было, могло хватить только на один день. Тем не менее, священники залили его в светильник и зажгли огонь. И совершилось чудо. Огонь не погас. Масла хватило на восемь дней, пока не приготовили новое. По всей стране евреи праздновали и возносили благодарность Богу. Вместе со всеми праздновали и бойцы, и иуды. Но борьба еще не была закончена. Предстояли еще тяжелые битвы. В одном из сражений и иуда был убит. Братья и иуды продолжали его дело до полной победы над сирийцами. Настал день, когда евреи смогли вернуться в свои дома. Они снова могли свободно жить, трудиться, изучать Тору и соблюдать субботу. Память о главных победах и иуды Маковея, его братьев и его отца, живет по сей день. Каждый год в месяце Кислев евреи на всех континентах мира отмечают праздник Ханука. Восемь дней подряд они зажигают ханукальные светильники в память о чуде тех дней и о славных героях Маковеях.